Привет, это Ребуарн. Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала Нужди. Ролик называется 101 факта слова пацана. Я не смотрел этот сериал, у меня нет никакого абсолютно желания его смотреть. Я просто не особо люблю подобную тематику. Но если вы хотите, можем открыть сборы на Бусти. Вот. Если они соберутся, обязательно посмотрим. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Но мы давайте ролик глянем. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Ребят, вот сейчас вот встретил своего ярого поклонника. Мой самый преданный фанат. Леон! Я не понял, прикол. Всем огромный привет у микрофона Нужди. И сегодня с обеих ног влетаем в сериал Слово пацана. Фига себе, вылетел это это что ли? Как его был псать? Расскажу вам факты о сериале, об актерах и о скандалах вокруг сериала. Но перед началом попрошу каждого вдарить в колокол и лайк. Это, конечно же, помогает развивать и двигать ролик. Десять пальцев вверх и автор счастлив. С каждого. С каждого? Как я тебе, блядь, сделаю десять пальцев? Потому что восемь тысяч вон. По традиции. Слава, Олежа, Макс, Дашка, Аня и даже Настюха. И, кстати, реакционеры Майни и Ландау. Не стесняйтесь, загибайте пальцы. А че это только Майни и Ландау? А я только один ролик, по-моему, смотрел уже. Один. Ну да ладно. Палец, один факт о котором ты не знал. А если... Я не знаю все факты. Блядь, но я загибать, конечно, не буду. У меня пальцев это всего десять, а с фактом сто один. Да не хватит, доставайте ноги. Фу, какая мерзость. Сериал вышел 9 ноября 2023 года. Основан на реальных событиях. Но при этом такая контура, как универсамские, на самом деле не существовали. Не знаю. Потому что я не смотрел сериал, даже не знаю, что там вообще было. Вот их метки в сериале УКК означают универсам королей Казани. Также подписывались в реальной жизни три группировки. Кинопленка, Кремль и Калуга. Название слова пацана пришло из книги «Криминальный Татарстан» Роберта Гораева. И сам автор книги состоял в группировке Низы. Режиссер... Ну то, что в какой-то группировке там было, тоже знаю. Тер сериала «Жора Крыжовников». Он известен по фильмам «Горько» и многим другим. И, кстати, мама Андрея Пальто – это бывшая жена Жоры и Юлия Александрова. И почти во всех фильмах этого режиссера Юля играет какую-то роль. Подожди, что? Жоры и Юлия Александрова. И почти во всех фильмах... Это которая... Ладно! Прощаю! Это она, что ли? Или мне кажется? Блин, очень похоже. Этого режиссера Юля играет какую-то роль. Из-за того, что действия сериала проходят в конце 80-х, подбирали актеров без татуировок, проколов и пирсинга. Ну да, было бы очень странно, если бы на каком-то кадре мы случайно увидели чью-то татушку. А чё, типа, камон, татушки, что ли, тогда не делали? Особенно современную. По некоторым... А, ну, современную, да. Данным актеры сами подбирали себе образ. Кастинг для сериала проходил... Сами себе образ подбирали? По-моему, немножечко странно. Типа, нет? Разве не нужно соответствовать какой-то эпохе, например? Либо просто покануло? Ну, чтобы было, зачем самому образу подбирать себе? Есть же режиссер, есть костюмер. ...около года. А вот Рузилю Минникаеву, тому самому Маратику, 24 года. Хотя играет он школьника 15-16 лет. Пф, как будто бы это что-то новое, камон, блин, в американских фильмах такое сплошь и рядом. У Рузили есть сестра-близняшка. Да, по-моему, в Гарри Поттере как-то Плаксу Миртл играла женщина, которая лет 40, что ли, была, или что-то такое. А она должна была быть, там, лет 15. В некоторых источниках почему-то пишут, что сестру зовут Рузиля. А сам Рузиль изначально пробовался на роль Вовы Адидаса, а потом на роль Пальто, а уже потом стал Маратом. И занимался он музыкалки по классу академического вокала. Всего им сыграно 5 ролей. В 2021 году Рузиль снимался в рекламе телефонов. И он женат, и у него есть сын. Лео Кемстэч... А что, я так посмеялся, как будто бы это его роль? Именно так зовут Андрея Пальто. Лео является пасынком Антохи Богданова. Да, того самого из реальных пацанов. Получается... Того самого вообще не смотрел. Реальных пацанов, говорю, не особо... Какое-то реальное слово пацана. И вы, по-любому, не знали. Теми самыми первыми отжатыми кроссовками стали Nike Air Force One Meet White Wolf Grey. Блядь, это как будто это название Ранабе какого-нибудь или аниме. Как я это выговорил. Их Турбо потом таскал. Как по мне, идеальные кроссы. Прям... Не, ну кроссы крутые. Вот такие я люблю. Которые и по сей день можно купить. Ладно, это я так оправдываю, что заказал недавно себе такие. Ну а чё, крутые кроссовки. Не, ну согласен, крутые. А вот сервис чайнов и ритейл предоставляет блогневаться в пешей аэротипе кровь. Герой, как и с... Думываясь, и... Будет за... Параховано. Ты в безопасности, мой друг. Я вижу, ты уже помчал по ссылке в описании. Поэтому не забудь применить промокод нужд... Или я сам заказываю. Ах да, продолжим. Это вторая роль для Лео. Недавно Лео добил лям в ТикТоке. У него нет девушки. Как нет девушки и у Турбо и Ейралаша. Есть ли у нас девушки? У меня нету. Голова мотается, блядь, внизу. Лео, кстати, всего 15 лет, а Ейралашу 16. В реальной жизни Ейралаша зовут Ярослав Могильников. И он пишет рэп. Ну ничего страшного. Тяу, 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 блядь. Вот с выходом сериала Лео уже успел побывать в скандале. Его якобы застали целующимся и пьяным. Ай-яй-яй, как же так? Нам ли не все равно должно быть? Ну типа кому? Сергей Романович мог стать Вовой Эдидасом. Я звали на одну из главных ролей. Как вам так? Кто это такой? Что-то ты видел, как будто это лицо. Я не знаю, кто это даже. Вы Вова? Зашло бы. Как по мне, я не вижу его на роль Вовы. На то они и актеры, чтобы раскрываться с другой стороны. Девочки, руки на стол. Лео в отличной физической форме. На стол, говорю. А еще пальто. Гениальный факт, только непонятно зачем ему. Это же не факт, а слово пацанам. Секретарь Марата. Все вопросы присылайте Леону. Он мой секретарь. У всех главных героев, слово пацанам, в детстве были клички или прозвища. Да мне кажется, вообще у каждого было человека какое-нибудь кличка или прозвище. Хоть какое-нибудь. У Силя Русик, у Льва Зуля, а у Анастасии Красовской было прозвище Кроссовок. Вот погов... Кроссовок? Блядь, тут кросс хотя бы, я не знаю, кроссовок же, что-то длинное. Паривают от этого полотенца, до сих пор можно непорочно зачаться. Я прошла афганскую войну. Я так понимаю, потому что там вытирали не просто воду, да? Будьте осторожны. Спекуляция вокруг сериала и выхода новых серий настолько большая, что актерам пришлось записывать сторисы и пояснять, что у них самих нет полного сериала, а у тех, кто продает, тем более. Все подобные каналы, где продают вам все серии, это обман. Ту самую ситуацию с образованием группировок и банд назвали казанским феноменом. А вот сериал создавался без малого 7 месяцев, без учета годового кастинга. В съемке сериала... Фига себе, кастинг шел год? Что-то как-то слишком долго, по-моему, разве нет? ...принимало участие около 300 человек съемочной группы. Тут как бы не особо много, как мне кажется. Типа целый год они набирали, типа, актеров. Жесть какая-то. И около 150 человек актерского состава. И чтоб вы понимали, 4000 людей массовки. Генпродюсер... Да это ж херня. Ну, типа, камон, это не особо много. ...сериала это Федор Бондарчок. Актеры снова пацаны сняли отдельно ролик с признанием мамам любви на День Матери. О, какая прелесть. Эпзуль Карнаев создал ТГ буквально пару дней назад. Причиной тому стали фейки, с которыми он хочет бороться. Да вы за долбали, блядь, фейки! Заставили меня канал сделать! Блин, радуюсь, а теперь сейчас канал будет развиваться. Фейки расплодились. Это не бывает. Надо сдавать, значит, свое. Лев, кстати, родился в Тюмени. Раньше был хулиганом и в детстве часто булил сверстников. Считает минусы... Осуждаю такое. ...своей профессии зависимость от успеха. Слава Копейкин. Не, ну на самом деле так оно и есть. Потому что если ты актер неуспешный особый, и ты, как бы, никому не нужен практически, будешь сниматься на каких-нибудь второстепенных ТВ-шоу, да, второсортных точнее, да, и получать там... Блядь, хуя-хуя-хуя. Просто красавчик. Именно так зовут в реальности персонажа Турбо. Слава Копейкин. Просто красавчик. Именно так зовут в реальности персонажа Турбо. Работает в театре Рампт. Еще 10 месяцев назад Слава ходил по пробам и искал, где бы ему сняться. Сейчас я активно хожу на пробу, и, конечно же, конечно же, открыт вашим предложением. А вот зрители нашли схожесть между словом бацана и казахстанским сериалом района. Ну, проще-ближе это 100%, если, типа, все там живут. Ну, спросите, как будто нельзя, что ли, у этих, у, как бы, властей Кома Леона? Он случайно попал в сериал. Она просто увидела запись на странице друга о том, что будет проходить кастинг. О том, что проводится кастинг, ищет мальчика. Но сам Леон почему-то отнесся к этому скептически. Актрису, сыгравшую Айгуль, зовут Анка Пересель. А почему скептически? И уже сейчас она входит в топ-2 популярных персон в кинопоиске. Уже тупо один, может сказать, блядь. Занимает. Хотя я вообще не знаю, кто это такая. С боксом. На совсем недавней трансляции Анке задавали много вопросов. И комичность была в том, что на трансляцию пришли многие ребята со своих офф-аккаунтов и стали написывать тоже вопросы. Нормально же. Например, кудрявого лоса и Лев Зулькарнаев. Как происходит завивка? Гениальный вопрос. Слушай, блядь. Как берешь, типа, плойку, да завиваешь. Я не знаю. Интересуется, как происходит завивка. А копейки на походу в чушпаны заделали и просто игнорили на стриме. Ладно, я, конечно, шучу. Так же, Гриша, Слава и Лев. Действительно, всем потом ответила. Анга очень много путешествует и к своим скромным 14 годам побывала в десятки стран. Анг... Блядь, я тоже так хочу. Я где-то не был. ...учится на отлично. А вот Гриша Дудник баянист. Дудник признался... Бая... ...что за кадром на площадке царилась позитивная атмосфера с элементами веселья. Так позитивно это значит, то явно будет веселье. Че-то, блядь, это странно. Типа, если было бы позитивно с элементами там грусти какой-нибудь, тогда окей. Но позитивно с элементами веселья, как бы позитив, это же и так веселье, нет? ...недавно возникли проблемы с фанатами и ему стали всыпаться огромные негативные сообщения. А там, я так понимаю, было типа отрицательным какими-нибудь персонажами? Да как ты мог, ты предатель, Марат Ипальдо, то... ...опаты никчемные. Ах, детишки, веселые вы, это же сериал. В жизни Дудник, топовый малый, шутник и позитивчик. Да и если так присмотреться, его персонажи просто вынудили стать тем, кем он стал. Да... Не знаю, кем он там стал, типа я не смотрел, потому что... Время такое было. И именно поэтому на Дудника мало кто подписывается. Да вы чего? Переходите ко мне в ТГ, ссылка будет в описании, и я вам там все расскажу. Да, вы переходите ко мне в ТГ, ссылка тоже в описании. И дам ссылку на Гришаню. Надо поддержать братишку. Премьера сериала состоялась на закрытом показе в кинотеатре Октябрь. И туда чуть не опоздали Леон и Гриша. С виду, кстати, простые танцы, показанные в сцене про дискотеку, не всем давались легко. А вот актерам пришлось участвовать в сценах до съема. Спустя два месяца причиной, думаю, стали браки по звуку и скомканные реплики. А вот Леону из-за этого пришлось снова бриться, хотя он уже в тот момент отрастил себе волосы. Мало кто знает... Ну, блядь, побрился, побрился, еще раз отрасту чуть-чуть такого. Два года назад Леон снимался в ютуб-сериале Лагерь блогеров. Все ссылки я оставлю у себя. Даже не знаю, что за лагерь блогеров. Так что переходите. Жена Рузиля зашла в эфир к Анке и предложила побаттлиться за Марата и обсудить поцелуи. Вот это я понимаю, топчик. Машинка, которой брили пальто, была реально из восьми... Я, блядь, сразу такой думаю, взяли пальто и побрили его, блядь. Зачем брить пальто? Я понимаю, что это, типа, кликуха, но... Десятых. Но суть в том, что она не стригла, а вырывала волосы. Ой, жесть, это прям это жестко будет. У Анки первый поцелуй произошел именно с Рузилем в кадре. Когда нас поцелуем, тоже это был такой волнительный момент, потому что, сейчас повторюсь, это был первый в моей жизни поцелуй. А я достаточно переживала, но вот мне повезло. С моим партнером он относился ко мне прям как к сестренке. Кличка Турбо у персонажа никак не связана с жвачкой или тем, что он был в туалете 10 секунд. Сам актер... Почему в туалете? ... не раскрывает правды. Персонажу Турбо актерам изначально была заложена такая черта, как эмпатия. Это переплетается с ним самим. А еще Слава Копейкин просто обожает китайский чай. На драке в сериале уходило по 20-25 дублей. Для... Ну, это на самом деле не особо много, мне кажется, бывают дубли гораздо круче. ...ного слова пацана один из немногих сериалов и фильмов, занимающих топ по сценарию. А вот для Ивана Янковского это была 26-я роль в картинах. И ему 33 года, а играл 20-летнего парня Вову Адидаса. 20-летнего? Блин, ни хрена он не выглядит от 20-летнего. Почти каждый актер слова пацана столкнулся с фейками и разводами вокруг себя. Одного только Леона в ВК больше 50 профилей. И вот... Да это еще херня, блин, каких-нибудь старых звезд, там вообще их по миллиону профилей зяки было. Чуть больше, чем за одну неделю на ТГ Леона подписалось больше полумиллиона человек. А можно мне, пожалуйста, хотя бы тысяч десять, я не знаю. И всего сериал продлят на второй сезон. Вот, по-моему, мы уже продлили, если не ошибаюсь. Или нет? Я не помню. А вот сцену с мамой и поджиганием волос снимали с помощью каскадера в парике. И вот еще интересный милый факт. Мопсик Копени был на съемках Слова Пацана. Сериал занимает топ-3 по рейтингу на Кинопоиске. Несовершеннолетним и некурящим актерам предлагали бутафорские сигареты без никотина и табака. Слава это единственный, кто смог урвать с площадки кепку, в которой сам же снимался. Ну, просто остальным запретили это делать. Интересно, почему, блядь, им что-то жалко дать реквизит, что ли? Камон, что здесь такого? Из-за этого сериала подростки стали романтизировать то время и организовывать якобы свои... Ой, камон, романтизация была всегда. Типа, найдется какой-нибудь дурачок, который подумает, ой, это круто. Но, надеюсь, все-таки большинство адекватных людей. Группировки. Актерам пришлось высказывать свое мнение по части романтизации того времени. В роли Джона сыграл Иван Макаревич, тот самый сын своего отца из машины времени. А вот если вам вдруг станет грустно, вспомните, что эти три парня так и записаны как чушпаны. И, кстати... Чушпан, блядь! Один из чушпанов это ведущий на ютуб-канале Изи Ньюз. Вот самая младшая... Не знаю, что за Изи Ньюз. В Крисе Варваре всего 5 лет, но она уже снялась в 16 работах. Охренеть, блядь! Нормально, так неплохо родители стараются. В 5 лет 16 работах по 3... Ну что, 101 факт подошел к концу и прошел на одном дыхании. Но для вас у меня есть приятные новости. Переходите ко мне в ТГ, там я сделаю пост. Видос интересненький получился, но сериал до сих пор смотреть не особо хочу. Не люблю я просто подобную тематику. Не нравятся мне всякие бумеры, всякие петербурги бандитские, бригады. Вообще, блядь, не мое. Я только гиза не люблю. Вот, но пропустите. Я, если что, вкинула, вы можете написать в комментариях, как вы там относитесь. Вот, спасибо большое. Ну, жди за ролик. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики в сене. С вами как всегда был Ребор. Спасибо за просмотр. Пока.